Проделал я спор и буду сейчас делать вам обзор для нашего партнера. Самое интересное, что это будет обзор не продукции компании МТФЛАП, а продукции, наверное, сравним с генетиком. Потому что генетика, естественно, лучше и точно вкуснее. Сын Сергеевич пришел к выводу, что такая банка в России невозможна. Нет ни одного предприятия, которое могло бы сделать хоть нечто близкое к этому. Друзья, всем привет. Сегодня весьма необычный ролик. Я думаю, что заголовок будет у него такой. Долг платежом красен. Сорян. У нас, кстати, новый кабинет, смотрите. Он такой вот большой. Большой кабинет. Так вот, проиграл я спор и буду сейчас делать вам обзор. Обзор для нашего партнера. Самое интересное, что это будет обзор не продукции компании МТФЛАП, а продукции... Короче, это ProSabs. Это ProSabs. Негодяй, сволочь и тварь, которому я проиграл спор. Это владелец вот этого вот магазина. У меня влазит ли. Называется он Market.RF. И, естественно, ведь я незаметно поставил свои кубки и все медали на вид. И вот тут написано, что Gennady Club обалденные молодцы. Вася будет тут стоять. Василий будут его звать. И самый лучший предтренд в мире Rage Pro. Короче, просто фантастическая банка. Я сколько раз ее видел в магазинах. Все время просто кайфовал от того, как надо видеть. Тут у нас есть вот такая вот штуковина. Штуковина. Вкус у нас Glazed Donut или Donut? Как правильный? Donut. Donut. Glazed Donut. Это глазированный пончик. 75 порций тут у нас. В одной порции 25 грамм порошка. Это один скуп. Поэтому тут мало углеводов из-за того, что маленькое количество порошка. Мы, если сравним с генетиком. Потому что генетика, естественно, лучше. И точно вкуснее. 100%. Вот такая вот незамысловатая реклама. Банка. Фантастика. Мы рассуждали, сколько такая банка может стоить, если сделать ее в России. Сын Сергеевич, пришел к выводу, что такая банка в России невозможна. Нет ни одного предприятия, которое могло бы сделать хоть нечто близкое к этому. У меня была мечта эту штуку открыть. Я прям... Хочешь месяц открыть? Хочешь сорвать целку ей? Иди сорвать целку. Ты хоть первый в жизни. Давай. Ребята, она вот тут рифлененькая, тактильненькая. Тут мат, тут глянец. Прорезиненная банка. Напоминаю, что предоставлено нам это все. Вот этим вот негодяям. И на этом я эту штуку куда-нибудь уберу, потому что меня нервирует. Название чужого магазина на столе. Но, чтобы меня это не нервировало, ребята, вы можете покупать продукцию Genetic Lab на сайте lifemarket.urf. Вот так. Ну и просто автон тоже есть. И вот так это открывается. Вы смотрите. Вы вообще представляете себе, ребят? Это вот так. Слушайте, тут дырочки. Она душащая, прикинь. Видишь дырочка? Пахнет вкусно, кстати. Да. Дырочки сделаны специально. Кстати, мне кажется, это не самоклейка, это индукционная хрень. Теперь пахнет уже не так вкусно. Ну, такой очень яркий вкус. На самом деле, пахнет больше медом. Вы же все понимаете, да? Что куча есть ароматизаторов, которые... Как ты их назовешь, такой вкус и есть. Мне вот сейчас пахнет медом. Ну, порошочек красивый, рассыпчатый. Как ты на камеру показывай? А? Да я скуп ищу. Кстати, у нас была мысль о том, что тут какая-нибудь скупа держатель есть. Понимаешь, в американском протеине это нормально. Черненькие включения, катышки, комочки. Это норма. Это же Америка. Это зашибись. Если бы это было в России, то бы уже, блин, там понос бы лился по штанинам. И скуп найти невозможно. Это тоже как бы. Засунь руку. Засунь руку сам. Знаменитая ложка скупоискатель. И стаканчик. И тут, кстати, 350 миллилитров выпусти. Я на инструкцию не читал, конечно, к этой штуке. Но я генетик на 300 развожу. А 300 что? Нет. Что нет? Ну, скажи 300. Давай. Самому трактористу давай. Давай. Ты же хочешь это сказать. Ребята, напишите в комментариях. 300. И дальше продолжение Великой Франы. За самое смешное. А вот эту банку мы подарим самому смешному комменту, который наберет больше всех пальчиков вверх. То есть, ты одну порцию сейчас ешь и оставишь? Ну, блин, я съем одну порцию. Эти наши дермоеды по-любому еще порцию попросят попробовать. Поэтому тут 75-73 порции кто-то точно получит. Ребята, если вдруг кого-то смущает то, что эта банка открыта, я тут копаюсь сейчас вилкой пластиковой, то вы просто можете сами знаете, что сделать, не писать комментариев смешных на 300. Короче, нормальный, скуп. Стандартный. Скоро покажи. Да просто как просто. Да похоже на Итолят на самом деле. У меня в целом, ребята, вопросов к качеству просадца, к его производству, компонентам, составам, нет. Я никогда ничего плохого не слышал про просадца, надеюсь, что не услышу. Про вкусы ничего сказать не могу. Кто смотрел ролики, ролик из Индии, там я попробовал два продукта. Хочу попробовать просадца. Холодные пиздец. Это хайк? Так, надо попробовать это при тренке. А здесь бисей. У вас стаканы кончились? Блять, у них стаканчики кончились, понимаешь? Стаканчики на Олимпе. Нихуя не вкусно, короче. Говно. Но то, что мне они не очень понравились, тут может быть причиной первая. Рукожопость индусов, которые могли неправильно размешать. Ну и просто там был предтрен, во-первых. Предтрены американские вкусом не славятся. В отличие от посвятительного предтрена Rage 2.0 от Genetic Love. Это самый вкусный предтрен и самый эффективный, который только вы можете выпить. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим про бренд ProSabs и их. И пси-залат. А нет, фу, слава богу. Я думал, что я наклонил, а она закопалась опять. Все хорошо. Все, черпак. В принципе, есть инструкция, возможно. Давайте прочитаем, что нужно сделать. Так. Always drink 12-16 ounces of edition of water. Ну, слей водички. Слей водички. Я уже сливал водички перед, блин, Шон Роддман пластик. Перед Шон Роддман пластик, где я получил эти красивейшие медали. И занял второе место в категории бодибилдинг. Ладно, давай еще воды отольем. Мало ли нам еще пригодится. Где-то нашел унции вообще здесь. Там и рядом. Да, 200 миллилитров воды, короче. Вода, короче, есть. Ну, в принципе, один скуп, 25 грамм. Сделано, кстати, все тут у нас по GMP написано в Соединенных Штатах. Глютен они забыли сюда добавить. Здесь у нас 20 грамм белка на порцию 25 грамм протеина. И 3 грамма сахаров. Ну, 100 тут вообще изолят. Натуральные и искусственные ароматизаторы. Сукралоза, соево-лицетин, гуаровая камедь и ксантановая камедь. Ну, где-то они тут находят еще сахар. Ладно, ликбез закончен. Берем полный плотненький скуп протеина. Встряхиваем с конца немножечко. Так, все. Четко, честно. Здесь ничего не видно. Насыпаем. То, что он растворяется, он прям уже как изолят. Ну, генетика лучше. У кого генетика лучше? Генетика лучше, блин, ну генетика протеина лучше. Ну, ты же сам понимаешь. Туш, ну, он прям уже, смотри. Вот я его даже не встряхивал почти. Прямо он уже пошел растворять все. Ну, да. Хлопушки небольшие, а так все. Я считаю, что не встряхиваю. И это с каменью. Кстати, для того, что два вида каменья, америкосы любят, чтобы все было густое. То есть даже изолят они считают, что он должен быть густым. Я сторонник взгляда, чтобы он был жидким. Но взгляд вообще не ощущается. Он как лодок. Короче, у них пены вообще просто нет. Это камень съедает пену. У генетика пена стояла сейчас вот тут. Потому что мы не добавляем такого количества загустителей. Стараемся предоставить вам максимально чистый продукт с максимальной биологической ценностью. Камень вы из других продуктов, да? Которые в магазине купите, вы получите. Ребята, камень она не вредная. Даже скорее камень полезная. В целом для вашего организма. Поэтому не ссытим. Ну, мне со вкусом меда кажется. Прям вот его вкус меда, чисто. Подожди, алипакер какой-то сейчас вкус. Алипакер? Да, да. Медовый. Ребята, шикарный протеин со вкусом меда. Пить можно. Если бы было на 300 мл, как я развожу обычно. Ну, было бы. Мне кажется, мне на 400 надо. Ну, ты допей, вот сейчас возьми, допей. Вот проверил. Вот возьми, допей. Давай, давай. В смысле возьми, допей? Ну, допей. Ты что-то подмешал? Давай, давай, допивай. Нет, ты зачем? Потом скажи, там, 200 или 400 надо. Да 300 надо. Не сладко ему. Такой же сладкий, как был. Стратный ты. А ну, тут не появляются углеводы, потому что у нас стоит, чем слаще быть. Ребята, ну, по мне это вкус меда. Возможно, возможно, глазированный пончик. В общем, давайте по-честному. То, что я не почувствовал вкуса глазированного пончика, возможно, я слабо представил. Может, надо было пить и смотреть на картинку, визуализировать. Главное визуализировать, ребята, придумывать мечты. Вот что наш... Это не Алиса, а эта херня, короче. Начала говорить. Никакой сои не чувствуется. Да и, в принципе, к бренду к этому я отношусь хорошо. Я считаю, что это хороший американский бренд. Вот уж если что-то выбирать в России из того, что представлено, ну, наверное, ProSabs был бы адекватным выбором. А подделки на него были вообще как-нибудь, нет? Я никогда не слышал подделок про ProSabs. Хотя давай такую банку. Ну, эту банку хер подделать. Вот прям, может быть, где-то... У него пакеты есть, кстати, нет? Пакеты есть, ProSabs, да. Вот пакеты, возможно, можно подделать. Ну, такую банку, чтобы подделать. Даже китайцы, в основном, подделывают такие банки. Но это будет очень дорого. Прям подделать эту банку, это очень много денег. Поэтому, если у вас есть лишние деньги, и у вас недостаточно мозгов, чтобы купить Genetic Lab, то вы можете выбрать изолят от ProSabs, приобрести его на сайте. Блин, я просто пообещал три раза показать табличку. То вы можете приобрести изолят на сайте lifemarket.rf, где еще и продается Genetic Lab. Я, на самом деле, не знаю, какие там есть возможности по акциям. Ссылка, естественно, на lifemarket будет внизу, под роликом. Короче, я, конечно, спор проиграл. Спор был сделать обзор на ProSabs. Ну, причем, на то, что мне предоставят. На любой продукт этого магазина я выполнил свои условия. Но три раза табличку показал, все честно. Дальше могу что угодно говорить, поэтому ему по-любому придется выполнять. Внизу будет промокод на скидку в 20%. Если это возможно, в течение трех дней после выхода ролика на всю продукцию с сайта. Ну, а если настраивается, то на Genetic Lab, на ProSabs. Я решил за человека, что он делает акцию для наших подписчиков, потому что мои подписчики крутые ребята все, толковые, четкие. Но, на самом деле, попробовать можно, ребят. На самом деле, по-честному, можно из ProSabs один раз выпить его. Он, в принципе, вкусный, жизненький, приятный, с хорошим составом. А потом в какую-то шикарную банку пересыпать Genetic. Я бы, наверное, вот так поступил. Потому что, ну, баночка, ну... Ты хитер. Мне кажется, можно даже отковырять эту этикетку и Genetic сюда приклеить. Потому что так прям по кайфу. Пока она не сломается, я прям... Даже если она сломается, просто... Это можно делать, просто, мне кажется, вечно. Мне даже устало. У нас было по плану сейчас, на самом деле, еще сделать маленький обзор образцов белка, которые нам пришли безвкусно. Там есть гороховый изолятор. Мы готовимся уже к весеннему посту, когда хорошо продаются растительные белки. Там есть новые образцы сыворотки молочной, которые нам прислали поставщики. Ну, мы, естественно, не скажем, какие это производители, чтобы не делиться коммерческой тайной с нашими конкурентами, потому что конкуренты. Вот. И мы им это не расскажем. Мы белок попробуем. Стоп! Камера! Мы идем за белками, набираем воды, допиваем протеин и огонь. Ребята, в общем, протеин мы попробовали на самом деле, но это все дело не сняли, все было в торопя. Он оказался хороший, вкусный, сильно пенный, но протеин очень кайфовый. Попробовали мы коллагены в три вида, ну, свиной, говяжий обычный, морской, рыбный, или из чего он сделан, не знаю. Это была лютейшая блевотина. Это было тяжело перенести. Вас ждет банка. И если вам понравился такой формат обзора питания другого бренда, то не забудьте поставить лайк, оставить свой коммент, какие-то свое мнение. Я продолжу, может, обзоры. Также будем нашего товарища что-нибудь выпрашивать, потом вам еще и отдавать эти продукты или сами выпивать. Потому что на эту банку, ребята, вы бы знали, она тут стоит пару дней, как ее принесли, и тут уже по очереди заходят и говорят, типа, что, попробовал, все, снял свой ролик, можно забрать? И вы, ребята, это на розыгрыш, это для наших любимых, драгоценных подписчиков. Так что тут давайте, давайте, помните, доставить комментарий смешной, чтобы эту баночку со вкусом пончика забрать. Хотя у нас три человека, кто попробовали, решили, мое мнение, что это со вкусом меда, приятным вкусом меда, реально. Костян сказал, что это вкус масла с ванилью, и Донни сказал, что это вообще печенье. Не знаю, кем он печенье почувствовал, но это его проблемы. Что еще? А вообще Донни тоже, он сейчас до Ютуба, он сейчас снимается на канале у Хоккей Стих, он занимается хоккеем. И это прикольный ролик, если вы любите хоккей или, мало того, занимаетесь любительским хоккеем, то я еще ссылочку на этот канал тоже оставлю внизу в описании. Там круто, качественный контент по хоккейной тематике, и почему бы не поделиться им с вами. Тем более, что там мой близкий друг, мой сотрудник Донни Браско, которого многие из вас даже знают и помнят, я думаю. Теперь давайте ставим комментарии, лайки, рассказываем друзьям, всех обнял, всем пока.